всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня я хочу посмотреть расклад который мне предложил семинар он предложил три темы да но начнем поступательно да с одной вы видели название что значит странные знаки символы фигуры которые я вижу вот с этим мы с вами и будем разбираться и так как обычно три позиции 1 2 3 голубенькие камеши красненькие и зелененькие выбирайте пожалуйста тайм-коды есть в описании к видео точно так же как есть список раскладов которые у меня есть на канале надеюсь вы определились если не оставите помните да у вас всегда есть возможность поставить на паузу остановить ролик перемотать все удобства для вас а мы с вами так этот вино и приступаем сразу к позиции номер один голубенькие камешек посмотрим сначала что значит эти странные знаки символы фигуры странные в контексте того что они выделяются на фоне общепринятых потому что все что нас окружает это есть знаки но те которые выделяются и мы не можем найти им объяснение мы называем это странными в таком контексте мы будем рассматривать знаки что значит эти странные знаки да кто что видят сразу хочу сказать что расклад может отыграться не полностью частично ваша задача прислушиваться к себе и так что значит странные знаки символы фигуры которые я вижу здесь у вас новый этап вашей жизни либо какой-то переходный когда через преодоление своей боли через осознание но осознание здесь достаточно болезненной когда ты понимаешь что-то на что ты обращала внимание это было все как-то тщетно здесь как будто бы включается более философские такие понимания чувства знаете когда вот всю жизнь посвящаясь чему-то и в это веришь и причем не подвергая сомнениям вот свою веру и в какой-то момент что-то происходит и ты понимаешь что не то чтобы я верил не в то а здесь как будто бы заново вы смотрите на вещи как будто бы здесь идет некое такое открытие глаз до неожиданность как так я раньше этого не замечал а как так вот это и здесь как будто бы вскрылся вас открылся какой-то новый неопознанный мир до новый слой вы возможно в себе раскрыли возможно здесь у кого-то раскрылись какие-то новые способности новые какие-то идеи новое вдохновение что-то такое новое чего у вас раньше не было и одно связано как раз таки с вашим эмоциональным состоянием карты здесь говорят о том что вот именно через какую-то боль через причем это не просто боль какие-то вот переживания а это знаете это какой-то очень огромный стресс это огромное психологическое напряжение и вот под давлением а вот всего этого состояния того что происходило у вас в голове именно в голове здесь как будто бы сработал какой-то тумблер да и как ощущение того что вот вода а дошла до своего предела кипения и вот она начинает бурлить ощущение того что ваша голова как будто бы вот забурлила закипела дошла до какого-то предела и вот этот новый предел он этот предел он выбросил вас в какое-то новое пространство это пространство новых каких-то знаний новых каких-то возможностей мне здесь показывают знаете очень много человека который прям вот это вот выражение до говорят ума когда человек постепенно сходит действительно с ума здесь вот образ такой да когда я думаю 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 у меня начинает голова закипать от того что я не могу найти ответов и вот это вот чувство что все горит все начинает пламенить и вот это вот пламя не физическое а пламя знания пламя как некого просвета в вашей голове и вот это вот пламя мне показывает да что но как будто бы сжигает вот это вот пелену между вами и тонким миром между вами и тем что вы видели то как вы видели кату как вы смотрели на мир да вот ваше восприятие вот здесь вот это вот я разделение какое-то да она как будто бы сожжено и упав вот это вот пелена да скорее всего он даже не упала она сожглась вы стали смотреть на мир новым под новым ракурсом под новым углом и вот то что вот вы увидели она для вас удивительное почему она для вас удивительное потому что здесь как будто бы вы стали улавливать намного тоньше ваша чувствительность настолько утончилась что если допустим вы могли видеть раньше волны общепринятых цветов то сейчас вы улавливаете полутона причем не просто вот полутона а настолько тонко что обычным людям да как будто бы нету этого доступа то есть здесь нет разницы зеленым и зеленый да но вы видите именно полутона оттенки этого всего и это настолько тонко прозрачно ваше видение изменилось и вот это вот состояние от того что я вам сейчас описываю она она показывает ну во первых вас как-то наладилась связь канал появился да вот какой-то канал с тонким планом и вы считываете оттуда информацию да но вот это вот пелена который я говорила да она как раз таки и говорит о том что вот этот вот канал до входя вас своими более высокими частотами поднял ваше восприятие мира до вашей скорости и вы как будто бы возвысились немножечко над материальным планом да над физическим планом надо более таким густым это знаете как будто бы мир был покрыт вот мраком и туманом каким-то а вы как будто бы голову вытащили выше этого да и увидели что есть нечто иное то есть тело может быть все еще вот здесь вот опущена в каком-то мраке тумане до что-то таком какой-то пелене густой голова она уже видят иначе да вот какую-то другую возможность какие-то другие способности и вот эти вот знаки а которые сейчас к вам приходит да что они означают они означают ваш рост они означают он чем вы работали вы получили какой-то толчок открылись здесь способность видеть как будто бы знаете сверхчувствительность здесь может быть не обязательно виде не открылось а здесь чувство не может быть открылась кто-то стал больше не знаете улавливать ароматы намного тоньше а то есть восприятие мира она изменилась одно стало намного шире объемнее и вот эти вот знаки они вам говорят о том что вот боль которую вы пережили да вы реально дошли до самого дна и причем здесь боль она душевная вы дошли как будто бы до своей какой-то глубины очень глубоко копнули и привнесли туда этот свет свет познания и вот здесь как будто вы знаете что-то темное такое растворилась и дало вам больше сил и вот эти вот силы они помогли вам вытянуть на новый уровень да здесь развитие пошло причем развитие вашего сознания через сверхчувствительность через интуицию возможно восприятие мира но здесь вот чувствительность то есть вот ваши знаки говорят о том что вы стали более чувствительные при взаимодействии именно с миром я не говорю с людьми а я говорю именно с миром почему потому что структура человека вот его сущность его суть скорее всего не сущность а суть она многогранна и а вы улавливаете пока только какие-то более элементальные более простые моменты например вам легко будет понять читать состояние животных состояние улавливать запахи цветов даже если либо растения даже если они сушеные вам легче будет считывать информацию историю предметов вы можете находиться в каких-то местах и вдруг неожиданно у вас будет появляться ощущение что это за местность да какая у нее энергия вы будете это чувствовать но с людьми пока они еще немножко сложнее для вас по своей конструкции в силу своей многогранности но у вас уже эти способности открылись и поэтому отвечая на вопрос что значит ваши знаки вот ваши знаки означает то что я писала до открытия новых каких-то возможностей кому это было интересно хорошо для чего для чего вам открылись для чего вообще вам эти знаки до даются так здесь построение материального мира до выстраивание скорее всего даже знаете не что-то строить здесь какое-то некое взаимодействие но новое новое начало импульс да импульс на здесь именно психологический аспект проходит но все он начинается с вас все начинается с внутреннего состояния и вам это дано было для того чтобы вы знаете здесь такое ощущение что вы стали либо осознанно выбирали путь развития вот в новое как в новые времена до в новое время в новую эпоху входите вот либо вас ведут здесь я еще не могу понять осознанно это выбор либо вас ведут но в любом случае вот как мы говорим в эпоху водолея вот вы относитесь к той категории новых людей новых которые будут жить и взаимодействовать именно с этими новыми энергиями но они идут не от ума они идут от состояния и вот вам эти знаки должны даны были для того чтобы вы научились находите решение внутри себя через взаимодействие как то знаете вот через чувствование чтобы вы примирились вот здесь вот как будто бы знаете некое принятие себя у вас всегда было ощущение того что вы не такой человек как все что у вас как будто бы закрыты больше возможности больше потенциала нежели у других людей на вы открывали это как-то через логику через мышление через внешний мир вам вас сейчас направляет больше вглубь себя больше в примирение знаете вот именно в то состояние спокойствие умиротворения через которое вы начинаете смотреть и взаимодействовать с миром иначе абсолютно вот всеми известный закон притяжения да люди об этом часто говорят но мало кто его проживает осознанно чтобы понять о чем идет речь вот в вашем случае вы как будто бы на своей шкуре прочувствуйте это как вы здесь взаимодействие идет с энергиями здесь идет через чувствование я не могу вам объяснить словами то что вы должны почувствовать но это вам все дано будет для того чтобы знаете вот выстроить какую-то здесь даже выйти из своей некой стабильности как бы вам объяснить это очень напоминает состояние волшебства да как в сказке вот и жил в одном мире да в неком стабильном взаимодействовал так как ты знал умел привыкал и вдруг неожиданно да ты как алиса оказалась стране чудес на совсем другой мир другие понятия другие законы другие персонажи они живут по-своему и тебе непонятно но чтобы выжить там нужно научиться по-новому взаимодействовать вот здесь это про это здесь вас как будто бы внутрь вас погружает и показывают вот этот вот мир знаете как другая реальность другая реальность не то и у вас будет какой-то период вот это вот ощущение как будто бы вы живете на два мира здесь очень четко показывает то есть один мир вот привычный да вот мегаполис и машины еду да все все-таки серый путни и все однообразно и вдруг неожиданно вы погружаетесь в себя и вы видите какой-то знаете как будто бы параллельный мир в котором единороги как их там еще вот эти вот все возможные волшебства феи не знаю боже эльфы вот все что описано было в сказках да вы это как будто бы видите внутри вас и вам это кажется что я как будто бы схожу с ума да это вот какой-то мир фантазии что-то я на себя придумал что-то такое но на самом деле это лишь образы до которые есть внутри вас но за ними скрываются новые энергии вот то что я хочу донести для вас это для чего вам эти все знаки нужны и для того чтобы вы вы как приняли в себе то что вы изначально по праву рождения знали о том что вы другой человек вы сейчас как будто бы новое время наступило именно вашей жизни и вот ту вторую реальность да параллельную которая существует вашей вашем состоянии сейчас да это иные энергии вы их как будто бы ну ощущаете и будет такое ощущение как как знаете как матрешка один мир находится в другом мире и оба имеют место быть то есть та реальность которые сейчас все живут до общая масса людей и одновременно есть еще одна вселенная еще один мир внутри вас и он волшебный и вот вас как будто бы учат через вот этот вот в кавычках до волшебный мир просто для пони для понимания я так описываю образно взаимодействовать с внешним миром до какими-то энергиями да вот этими вашими внутренними притягивая то что вам нужно то есть вот это вот закон притяжения и вы его почувствуете на себе через открытие вот этих ваших новых способностей вы будете жить иначе по другим правилам тем которые может быть иногда вы читали в книгах как это все работает а вот сейчас пришло время когда вы постепенно постепенно будете это ощущать на себе это тот момент когда вы о чем-то подумали очень ярко вспыхнула какая-то картинка вы ее увидели ощутили нечто такое яркое когда живу и потом смотрите и через какой-то период времени в реальности это случается и вот таких моментов вашей жизни будет все больше и больше через разные знаки через разных людей это вот как раз таки вот это вот зарождающая знаете это она для вас эта энергия зарождающаяся она у вас была внутри всегда то есть вот это вот этот параллельный мир он внутри вас был всегда и вы его интуитивность чувствовали а просто сейчас вот этого за винт за занавесь вашего внутреннего состояния и внешнего состояния она сгорела как я сказала и вы постепенно постепенно будете это замечать то есть это будет уже как будто вы знаете то что было давно на тонком плане она как будто бы спускается внутрь внутрь вас в более плотные материи и вы это ощущаете на физическом плане то есть раньше вы возможно подозревали чувствовали ощущали а сейчас вы это будете проживать вот здесь вот про это здесь очень интересно такая глубокая позиция я не уверена что если вы будете опираться на то что я говорю на слова она вербально что вам это будет понятно суть заключается в том что если вы хотите понять то о чем я говорю вам это нужно почувствовать иначе другого способа именно вот в этой позиции я вам не могу передать потому что все что я вам говорю словами это ограни ограничивает и а состояние мне то что я ощущаю сложно передать поэтому пробуйте если вам головой не понятно о чем я говорю а просто прислушивайтесь к своим внутренним ощущениям то есть где-то внутри глубоко то что я говорю она вам откликается вам быть непонятно чем я говорю но внутри вы понимаете что да это так знаете как ясно знание да я понимаю чем говорит я не могу объяснить словами но я понимаю чем вот это вот тот момент если вы такое словили значит это ваша позиция это для вас на что вам нужно обратить внимание сейчас здесь такой знаете как будет обращение вот кто хотел получить какие-то сверхспособности вот это вот тот момент но здесь эти сверхспособности не в том понимании как обычно принято да там не знает левитация там через стены проходи да или еще что такое возможно в дальнейшем у вас будет такой момент вот но это вот какие-то начальные этапы когда вы улавливаете да здесь кто-то может начинать слышать какой-то шепот то есть то что с вами будет происходить сразу хочу сказать не пугать в этом не сможете найти объяснение где-то в книжках вам нужно будет обучаться через личные опыты через наблюдение на что нужно обратить внимание вот выпал высший суд и смерть то что период здесь идет период завершения то что я сказала да то есть вашего прошлого мира вашего существования пришло завершение тут этап знаете как будто бы кто-то из вас может быть просил ответы на вопросы вот вам даются вот эти вот знаки да как ответы на вопросы а может быть кто-то просил о каких-то способностях может причем не сейчас здесь может быть в детстве здесь может быть давно вы уже возможно где-то на что-то и забыли но вот здесь вот что-то такое просыпать у каждого будет свое но однозначно обратите внимание на то что многие вещи уже отживают вы теряете интерес а то к чему допустим раньше вам было интересно сообщение например с людьми вы сможете обратить внимание до через взаимодействие с другими людьми иногда вы например знаете вот подумали о чем-то да и старайтесь больше не вкладывать в эту энергию да я имею ввиду о своих каких-то желаний до подумали представили ощутили и отпустили и вы через какой-то период времени увидите что это будет реализовываться вот таких вот знаков у вас будет все больше и больше вам нужно наблюдать наблюдать за тем что уходит из вашей жизни общение со многими людьми интересы которые у вас были да может быть здесь у кого-то пропадет интерес вообще к соцсетям и появится очень много времени и то что поедала раньше соцсети вы не будете знать куда это время применить очень интересно на самом деле период вашей жизни до будут будут рушиться какие-то знаете вы постоянно будете получать подтверждение разрушению каких-то своих старых программ что они как будто бы уже не работают здесь ощущение некой такой потерянности я как же мне взаимодействовать с другими людьми как же мне взаимодействовать с внешним миром и вот эти вот вопросы если вас будет вставать дан они вы должны будете получать ответ что внутрь внутрь до смотри внутрь в тот в том мире в новом мире который тебе открылся там есть все ответы на по-новому он себя научит как взаимодействовать не пугайтесь вы ищите ответы вовне вам нужно искать ответы внутри себя что еще вам нужно обратить внимание новая искра на ту искру которая загорелась внутри вас она очень слабенькая вы можете ее не улавливать вы можете ее не ощущать но она вас ведет да вот просто здесь знаете вот какая-то не то чтобы слепое доверие должно быть а любопытство любопытство и стараться не терять связь вот с этой искры вот с этим внутренним миром который у вас был да больше возвращаетесь потеряли нить снова вернитесь в это состояние она будет со временем усиливаться усиливаться здесь вот как будто бы знаете я не могу вам объяснить но вас как будто бы нить жизни перебрасывается с одной параллельности параллельного мира до в другую реальность другого мира это будет постепенно не пугайтесь это не значит что вы как-то знаете как нло пришло вас забрала не то здесь не про это здесь про то что вы со временем будете незаметны для какие для какой-то категории людей и станете заметны для чего-то другого для какой-то другой категории людей вы это все увидите это будет все со временем если вы действительно будете продолжать и если не испугайтесь и не закроетесь то здесь единственное что вас может остановить это ваш собственный страх такая вот очень интересная позиция была но я не думаю что вы закройтесь потому что вы сами этого просили это как будто во второй шанс вторая попытка только сейчас она уже более осознанно здесь очень большая такая глубокая история не хочу всем раскрывать потому что она действительно может кого-то напугать если вы не готовы потому что находитесь каждый находится на разных этапах да кто-то уже вступил взаимодействовать с этим а кто-то к этому только придет так а мы с вами переходим позиции номер два красненькому камешку времени вижу так что значит ваши странные знаки символы фигуры которые я вижу сразу скажу что я говорила в первой позиции точечно кому-то отыграется да то есть слушайте сердце очень хочу чтобы именно вот этот расклад и вы слушали сердцем не головой потому что в первой позиции вообще не про голову информацию сложно понять головой не знаю как будет у вас посмотрим что значит странные знаки вам открывается вот в вашем случае открываются какие-то знания да возможно тонна чем вы долгое время работали здесь знаете как здесь говорит о том что улыбаюсь почему даже вспомнила здесь вот это вот выражение да не везет мне в картах да повезет в любви вот здесь вот вот этот вот формат он проигрывается что в контексте того что если вы больше акцент делаете на свой личный внутренний какой-то рост до больше акцент на на любовь на состояние то вот долгий период времени да вот материальном плане вам не везло то есть ваши знаки они описывают сейчас ту ситуацию завершение да когда вы долгое время может быть что-то ожидали каких-то результатов может быть очень много вкладывались во что-то да и опять таки не получали результаты здесь контекст того что материальный мир он был для вас не результативным до без каких-либо результатов ощутимых не считая того что вы все равно вкладывались да в свои какие-то дела но результатов этих не видели причем очень долгое время и вот ваши знаки до страны нам на вашем пути они говорят о том что здесь пришло завершение завершение вот это вот как будто бы вот безысходности какой-то да в материальном плане и вы как будто бы бросили ну махнули рукой на это все дело и пошли в развитие знаете ну вот какие-то знания сакральные тайны здесь может быть у кого-то появился интерес познать непознанное да может быть кто-то наоборот пошел в какие-то занятия непосредственно связаны с помощью другим с помощью другим людям да здесь знаки говорят о том что либо вас ведут да то есть вот именно вот это вот неудача какая-то в материальном мире да с финансами она как раз таки и направляет вас немножко в другое русло в русло тайного в русло какого-то сакрального здесь вас направляют в то что вы как будто бы должны завершить то есть ваши знаки они говорят о каком-то завершении причем завершение которое принесет вам облегчение удовлетворение я не могу сказать что здесь вот как ограничение здесь знаете что как будто бы вот вы какой-то лишний груз бросили себя да вот вы как будто бы мешок золотом несете несете идя на своем пути а вдруг он пригодится да вдруг мне там надо будет как-то костера жечь там я не знаю кому-то что-то заплатить и вы вот это вот тащите тащите свое будущее на всякий случай а потом в конце концов как будто бы знаете приходит какая-то идея о том что а зачем я вот этот вот груз на себе тащу а брошу я его все равно куда бы я не пошел у меня есть руки у меня есть голова у меня есть ноги да я сам себя прокормлю прокормлю я выживу то есть не зачем тащить лишний груз лучше найти как-то вот адаптироваться мобилизироваться в зависимости от той ситуации в которой я нахожусь и вот это вот вдруг как-то неожиданно принесло вам некое такое облегчение вы отказались вот здесь понимаете здесь как будто бы отказ сначала в своей голове от чего-то что вам принесло какое-то облегчение я не знаю может быть здесь долгое время допустим вы ждали возвращение какого-то своего бывшего партнера какой-то момент вы поняли а чё его ждать да я лучше пойду своей дорогой даже если продолжается но если вдруг этот человек вернется там и бум по по ходу дела и будем разбираться и вот этого как будто бы вам принесло какое-то облегчение принесло какое-то удовлетворение наслаждение да вы вот то на чем долгое время здесь вы не держались здесь вы вкладывались энергетически и вам даже знаете в какой-то момент вы уже понимали что вам это не нужно но жалко вот не то чтобы жаба мучила просто жалко было оставлять жалко было завершать потому что много времени было потрачено это может быть человек это может быть ситуация это может быть вообще жизненное мировоззрение но как будто бы вот сама жизнь она вас вывела на тот путь что это должно было завершиться и знаки вам говорят об этом то есть если вы ждали подтверждение закончилось ли что-то да она закончилась и вот это вот облегчение ну знаете она как как будто бы вы были маленьким птенцом в какой-то вот вот этой яичной в яйце да а потом изнутри разломали и вот это вот скорлупа упал и вы знаете как будто бы воспряли и расправляете свои крылья причем вы раскрываете крылья и на солнце они сохнут вот от той слизи до которая вас сдерживала в этом яйце и вы ощущаете вот свежесть запах и знаю свободы какой-то я не знаю как вам объяснить и вот это вот состояние свобода она приносит вам удовлетворение вы как будто бы окрепли знаете вот расправили когда что-то малая наборка что-то огромное за стараешься засунуть в какие-то вот рамки да вот он долгое время так сидит а потом вдруг эти рамки убрали и человек как будто бы я не знаю представьте какого-то ангела с огромными крыльями до которые вот сажают в некую такую клетку тюрьму узкую когда он весь сжавшийся скукоженный такой и мучается но он уже привык да как будто бы смирился с этим и вдруг неожиданно эту клетку ломает не его забирает оттуда а клетка она рушится ломает и вот он встает в полный рост и раскрывает крылья и вот ты видишь вот эту мощь вот эту вот силу вот эту красоту вот такую картинку мне показывают это вы то есть знаки которые вы сейчас получаете да они говорят об этом вашем состоянии для чего они вам знаки я имею чтобы вы знаете ощутили себя именно человеком который долгое время шоу по жизни накапливая вот этот опыт вот то что я сказал вот этот вот мешок который вы тащили вы долгое может быть даже не одно воплощение знаете накапливали опыт знания все что все трудности которые они были они как будто бы вам были необходимы для того чтобы вы именно не то чтобы осознали свою ценность а вот для вашего развития вот так скажу да то есть для того чтобы ощутить себя целостным но мы говорим каждый раз через каждую ситуацию как будто бы шлифуем свои качества а вы как будто бы выбрали какой-то достаточно сложный путь цель которого было накапливать опыт проходить через разные ситуации через разные трудности через разные взаимодействия с разными людьми не совсем приятное и это как будто вы есть люди которые коллекционируют марки есть люди которые коллекционируют машины а вы человек который коллекционирует опыт здесь даже не про знания да что вот есть люди кто читают очень много книг как коллекционеры до коллекционирует либо просто собирают их а вы как будто бы опыт да вот я и это хочу узнать я и там хочу попробовать я это хочу и вот этого много всего стало и в какой-то момент вы как будто бы ощутили что уже пошел перекос да то есть а когда же я буду жить до опыт я коплю вот эти вот навыки я впитываю в себе а для чего они мне это все нужно то есть когда жить когда это применять смысл то для чего это все коллекционирует потому что здесь почему я время на коллекционеры потому что нету применения этому да то есть вы как будто бы проживали вот накапливать накапливать в какой-то момент концентрация достигла своего максимума в пика и впитывать уже нет возможности и вот сейчас как раз таки вам эти знаки даны для того чтобы вы осознали что хватит до время пришло и теперь уже вот то что вы накопили на пришло время пойти уже в новое вот этот вот опыт оставить позади мешок но взять с собой только выводы то есть допустим вот из этой ситуации я беру вот этот вывод все да некие такие тезисы и пойти уже налегке вот с этими тезисами применяя их то есть не просто опять таки собирая коллекционеры а уже применяя причем в новое куда вы идете вы должны свои старые суждения которые у вас были да вы должны оставить позади иначе это новое не придет то есть если вы пойдете в новое с теми же взглядами с теми же убеждениями это не будет новое это будет старое в новом времени а вам нужно абсолютно новое здесь вот какой-то новый новый путь у вас открывается это может просто по жизни либо это может быть путь знаний то что вам было скрыто то что для вас было непонятно то что вам было неизвестно то что вы не понимали и было закрыто вот сейчас как будто бы это новое открывается до вам открывается ваше будущее то куда вы пойдете может быть сейчас вы будете вам станет понятно для кого то что вот теперь я понимаю да что вот эта вот линия связка событий в моей жизни да когда там меня предали здесь меня выгнали с работы здесь еще что то здесь счет как будто бы пазл собирается полностью вы поняли что благодаря этому я стала вот таким человеком до зрелым я могу опираться на себя я уже знаю как мне взаимодействие с людьми как мне дальше двигаться то есть вот благодаря вот этому прошедшему да вы стали тем кем вы стали и вас как будто бы подготавливали к новому куда вы пойдете вот это новое которое открывается перед вами да вы уже подготовлен как будто бы был некий такой тренажерный зал для для спецназа да когда вас обучали там я не знаю бегать прыгать разбирать собирать оружие и так далее там бороться драться и а потом вас выпустили допустили на какое-то вот дело конкретное да где вот вам вот эти вот навыки уже нужно показывать уже нужно применять но вы уже готовы вот здесь вот про это на что вам нужно обратить внимание я на время смотрю так на что вам нужно обратить внимание сейчас знаете то взаимодействие которое у вас будет сейчас с людьми она будет не то чтобы новым а вы будете по-новому выстраивать дать через понимание того что я привношу какую-то лепту то есть не просто вы с кем-то общаетесь с кем-то говорите дружите я не знаю что то делаете а вы в своих действиях видите какую-то свою лепту которую вы привносите при взаимодействии с другими людьми либо возможно сейчас кто-то бухой захочет создавать какой-то вот партнерство да в команде как-то участвовать но здесь вот достаточно большое количество людей то есть больше трех больше двух больше трех однозначно и возможно вас будет как-то объединять какую-то команду для какой-то цели и вы понимаете что благодаря вашему прошлому опыту вашему навыкам да вас взяли ну допустим вы и стали более уверены в себе а поскольку двоечки у них хорошо работает интуиция до стихия воды то допустим в команде в которой вы будете у других людей будет больше проявлены огненные стихии либо например воздушные а вас берут только краски за вашу вот эту вот водную способность до за чувствование за эмпатию и вы как будто бы знаете получается теперь внутреннее удовлетворение что ну и слава богу да вот мои слезы и переживания все в прошлом они пошли во благо почему потому что сейчас я то что считала раньше недостатком сейчас для меня стало преимуществом достоинством и теперь я ощущаю себя полезным нужным как раз таки благодаря тому что ранее вы считали как свои какие-то недостатки обращайте внимание на свои мысли в контексте нового начала здесь очень важно не зазнаться сразу хочу сказать может быть проверка да на гордыню что я теперь такой крутой стал с другой стороны обращайте внимание на тему мысли которые у вас рождаются в них есть какое-то зерно и может быть сейчас именно начнется такой период когда вы будете получать результаты то есть долгое время то что вы не видели а сейчас вы и возможно увидите результаты своих плодов и вот здесь вот вот как разки можете зазнаться ну вот на это нужно обращать внимание на что еще ну да что пришло время перемен пришло время перемен и держать вот это вот чувствование да вот любовь внутри себя уже не получится то есть вы уже будете здесь какое-то другое понимание до того что вы и раньше служили но раньше это как-то было более эгоистично да и то есть вы ожидали какого-то взамен что-то а сейчас как будто бы вы это делаете и получаете удовольствие то есть то что вы как будто бы ждали признание от других людей вы сами его себе стали давать и от этого вы ощущаете еще больше наполненность здесь вы получаете удовольствие здесь вроде что-то аналогичное с тем что вы вам уже известно но здесь как будто бы произошло принятие и вы на те же самые ситуации уже стали смотреть иначе и вот это вот самое главное самое важное что вас уже наполняет то есть раньше вы допустим ощущали что вас используют а сейчас вы делаете то же самое но при этом вы ощущаете что я хочу еще отдать и еще отдать почему потому что я четко понимаю внутри себя что чем больше я даю тем больше ко мне приходится чем больше допустим любви я даю а тем больше я ее чувствую и вот вот это вот внутреннее удовольствие до что вам еще больше приходит а я хочу еще 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 и поэтому я понимаю что я должен отдавать 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 вам это то есть вы уже не ждете от других а это уже идет изнутри то есть вы я не знаю как вам объяснить это очень похоже на то что если вас были грудные дети да кто кормил грудью до четко понимает что когда наступает период кормления ребенка да сам процесс когда ты прикладываешь ребенка груди ты уже понимаешь что а когда уже он начнется до чтобы вот грудь освободилась потому что нужно столько наполнено молоком что не отдавать уже это приносит боль мне и поэтому здесь сам процесс кормления он приносит удовольствие не потому что ребенок насыщается да я потому что вы освобождаетесь от того что для ребенка может быть хорошо а для вас уже какой-то периода вот это вот присущение она приносит дискомфорт здесь вы что-то такое если если вы мужчина я не могу придумать какой-то ну пример для вас я не мужчина у меня нет такого опыта в этой жизни в прошлых да в это нет поэтому не могу вам сказать о чем здесь но я очень надеюсь что вы поняли что я хотела сказать ну по крайней мере надеюсь вот такая вот у нас была и вторая позиция так и мы с вами переходим к позиции номер три зеленому камешку троечки скажу то что говорил в предыдущих позициях слушаем сердце мне головой потому что многие вещи могут быть непонятны потому что мы все-таки говорим о знаках да мы говорим о другой энергии от другом уровне так что значит странные знаки символы фигуры которые я вижу для вас вот ваша позиция она как раз таки такая земная знаки которые вы видите они говорят о том что происходит какая-то внутренний процесс сейчас вы закрыты в закрыт от мира вы ушли в уединение вы как будто бы определяетесь для себя не как в дальнейшем а вот именно сейчас момент здесь и сейчас как вы двигайтесь дальше по жизни так интересно предыдущая позиция говорила тонкой от тонких материях и смотрела наверх а сейчас у меня вниз энергия да то есть энергия пошла земная такая больше тяжелая холодная медленно такая стабильная у меня глаза и информация да идет вниз ваши знаки говорят о материи в прямом смысле да это могут быть финансы это может быть элементарно то что связано с работой то что связано с выживанием какие-то вот необходимости бытовая рутина да вот здесь вот как будто бы сейчас идет определение внутри себя как будто бы ищите путь как вам дальше быть да но здесь нету познание тонкой материи а здесь вот именно прямое взаимодействие это элементарно куда я должен пойти где я должен найти дополнительные источники как найти работу с кем поговорить где какие связи есть вот здесь вот знаете как поле которое нужно вспыхать да это причем работа физическая это то что можно потрогать это то что можно ощутить поэтому для вас на данном этапе знаки показывает то что вам нужно определиться и возможно здесь вот прям в прямом смысле как-то кому-то с работой где взять новый заработок да как как научить как как работать что что посеять да где как спахать вот здесь вот прям вот работа давайте я еще уточню что значит вот вы здесь очень много думаете вот ваши знаки вам показывают о состоянии того что вы боитесь вот сейчас реально в своей голове вы обдумываете просчитываете какую-то стратегию вы боитесь за свои деньги вы боитесь за работу вы боитесь за свою за выживание да как это что это почему потому что здесь идет вот какое-то завершение вы как будто бы видите конец чего-то я не знаю здесь может быть для кого-то в прямом смысле до увольнения с работы здесь может быть вы видите что работа не идет и те запасы которые у вас были они завершаются и здесь идет очень сильное волнение и переживание здесь карты говорят о том что знаки до которые вы видите они они показывают ваш мыслительный процесс на когда вроде бы вы выстраивать вот здесь вот определение да я хочу определиться куда мне дальше двигаться где найти дополнительные источник да где мне найти работу где откуда мне взять деньги возможно куда их нужно вложить но здесь понимаете здесь по королю мечей вот это вот определение она происходит для себя до внутри вы хотите определиться она происходит настолько огненно быстро порывисто но здесь минус заключается в том что вы перескакиваете с одного решения на другое вы как будто бы не доводите до конца почему потому что все время в процессе происходит что-то что у вас от отвлекает от какого-то вашего результата да вам все время кажется что вот новый шанс новая идея она лучше и вы перепрыгиваете здесь как будто бы вы знаете нету достижения результатов вот вы свои определенности да это хорошая идея да вы начинаете все просчитывать вот я бы этот бизнес сделал я бы там вот это сделал вот это сделал вот это и вдруг неожиданно у вас в голове появляется какая-то идея и вы оставляете ту старую во что вы вкладывались просчитывали идете в новую вы как будто бы не получаете результата результата вы не получается почему потому что вы не доводите дело до конца вот здесь вот единственная причина и вот ваши переживания да они вам говорят о том что как я же я же выстраиваю стратегию я же все делаю все правильно но здесь ключевое говорит о том что вы не доводите до 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 результата и поэтому вы сильно переживаете вы сильно волнуетесь вы не можете найти золотую середину и карты здесь знаки показывают как раз таки что вот здесь должно произойти перерождение до что-то как вы себя в голове вот ограничиваете просчитыванием и выстраиванием какой-то стратегии это ни к чему вас не приводит то есть вы хотите некой такой стабильности вы хотите уже праздника вы уже хотите получение результата а вы его не получаете и вот знаки вам показывают сейчас в чем причина на чем причина причина в том что вы не доводите ничего до конца потому что королю мечей свойственно огненности воздух такая поверхностность достаточно здесь вопрос даже не про то что вы должны пойти в глубину а здесь вопрос про то что вы должны свои мысли укоротить да есть украшение силы а вы должны укоротить свои мысли вот этот вот бег легкий легкого огненного постоянного движения постоянных размышлений постоянных движений не хватает вот не хватает некой такой знаете заземленности вам не хватает терпения довести дело до ума вот в чем причина и вам карты говорят обращайте внимание ну то есть знаки которые вам показывают где в каких сферах вы не доводите дома просто потому что переключаетесь здесь здесь даже не проблема здесь дело в том что ваш ум постоянно переключается на что-то на что-то другое но давайте все равно посмотрим для чего вам даны эти знаки здесь карты говорят о том что ваше как-то душевное состояние да вы вы ограничиваете вы защищаетесь вы сейчас бездействует все вам знаки говорят почему вы переживаете все поняла ваши переживания вот вы переживали да и переживаете возможно вот здесь за деньги деньги работаете то какая-то стабильность и ваши переживания и непонимания да почему с вами происходит то что с вами происходит не знаки вам как раз киданы для того чтобы вы поняли что хватится себе самому себе причинять боль то есть вот вы как будто бы раните свою душу от того что начинаете терзать да вот здесь скорее всего подходящее слово вот это вот терзание почему меня не получается вот вы начинаете сами себя терзать и знаки вам показывают что вот вы во избежание вот этих вот душевных каких-то мук вы уже перестали действовать да почему потому что то что я уже сказала да вы вроде бы вкладываете что то делаете а результаты не получаете и начинаете очень сильно переживать по этому поводу и и вы перестали уже как будто бы пробовать и тем самым еще усугубили свою ситуацию и вам здесь говорят о том что две карты движения две карты нацеленности вам нужно здесь одержать победу над самим собой скрыть вот этот вот момент когда вы не доводите вещи до конца до какого-то конкретного результата и найти в себе внутри примирение да вот примириться успокоиться вот как вы примете решение что все вот я до победного да я не буду перепрыгивать с одного на другого здесь понимаете у вас настолько обширные интересы вам настолько все интересно это вот как допустим я не знаю начинаете изучать таро я на примере таро покажу и вдруг неожиданно вы понимаете что есть например такой раздел да как таро нумерология и вот вы казалось бы вместо того чтобы углубиться в понимание таро в изучении о чем это какая-то система работает вы сразу перебрасываетесь старую нумерологию а там нужно изучать еще допустим нумерологию цифры и вот момент изучения тоже таро нумерологии когда вам это нравится и вас начали завлекать цифры да вы допустим узнали что есть кабала непосредственно либо знания связаны с цифрами а вы стали углубляться в эти цифры дальше как-то возможно это переклось астрологии да вы это бросаете и идете в астрологии то есть вас настолько на вашем пути отвлекают что вы не доводите до результаты я извиняюсь что я повторяюсь но я просто хочу показать вам я очень надеюсь что вы уловили суть и вот сейчас как раз таки вы сможете стать более результативными услышав чем причина вот занаки вам вот это говорят как только вы примете решение и успокоитесь внутри себя найдете придете к примирению до прекратите сами себя мучиться терзать того что вот я не добиваюсь результата только потому что вы не доводите дело до конца здесь нужно научиться доводить дело до конца но вам это сложно потому что ваше свойство вашего ума постоянно перепрыгивать да здесь скорость огненность подвижность подвижность мышления и поэтому допустим элементарно если кто-то задается вопросом почему я не могу расслабиться так вот поэтому вы не можете потому что постоянно рой мыслей в голове до постоянное движение и это зажатость внутри вас она дает не дает вам расслабиться вы не можете успокоить свой гул в голове как мухи я уже говорил когда-то 10 как мухи летает летает они начинают сжать и вот это вот уже надоедает как-то хорошо на что вам нужно обратить троечки вот на повтор идет двойка кубков вам важен результат вот вам нужно обращать внимание на результат то есть изначально прежде чем вы беретесь за что-то вы обозначиваете для себя а к чему вы хотите прийти и до сих пор пока вы к этому не придете не сходите с пути вот здесь как-то по-другому сказать нельзя здесь двойка кубков говорит о том что удовольствие а вы внутренние получаете когда вы видите свой результат то есть когда вы что-то отдаете вы должны и получить вы у вас должна быть какая-то обратная связь а вы эту обратную связь как будто бы не получаете поэтому вас нет удовлетворения внутреннего и вы это бросаете идете в другое место начинаете заново и его здесь вот вам вы должны просто принять решение на вы должны захотеть решиться дать дать и до результата и вот еще один тус мечей на что я говорю принять решение принять решение знаете разрубить в себе вот эти вот страхи во-первых которые у вас есть а во-вторых вот ложные понятия ложные понятия которые связаны с тем что либо вы хотите чего-то больше вода но изначально вы знаете что вы это получить не можете вы как будто бы знаете выбор ваш он неравный вы либо что-то меньшее вам не интересно и вы идете в то что вам действительно то есть вы как будто бы начинаете заниматься альпинизмом и сразу хотите покорить и верес и ну это логично что нужно начинать с чего-то меньшего до для того чтобы получать результат вы как будто бы берете на себя слишком много какие-то стойки себе стойки стойки нет это по-гречески цели себе ставите которые изначально обречены на провал в силу того что вы еще не подготовлены вы еще не созрели здесь у вас идут искушение понимаете вас искушают на это поэтому обращайте это внимание и в очень долгое время определяетесь вот двойка жезлов в эпическом таро она как раз и говорит о том что пока ты будешь выбирать какую книгу писать себе там новеллу рассказы либо стихи твой импульс да он уже перегорит то есть твое желание что-то делать оно завершается вы очень много времени проводите в голове в анализе в того чтобы высчитать просчитать а вам нужно просто брать и делать до периодически то есть здесь если вы хотите денег проще тогда скажу вам нужно работать вам не нужно думать о том что вот именно сейчас давайте с такой утащили что вам надо в ваш ум приучить к тому что хочешь работать иди работы хочешь что-то получить где не надо искать где взять этот источник что там породить вот этого не надо делать здесь вот элементарно нужна какая-то вот физическая нагрузка где вот почему я говорю именно физическое потому что это результат да вот допустим я поработал целый месяц там получил зарплату вот они вам деньги на живые настоящие непридуманные а у вас и как я хочу этот проект запустить и этот проект запустить и они вроде бы хорошие я начинаю продумывать начинаю что-то делаться в процессе меня что-то другое завлекает я ухожу от этого иду в другой и так получается вас увлекает обучение любое обучение а я этот тренинг возьму я и на этот курс пройду а вот еще вот и на этой в конечном итоге голова гудит знаний много применить я ничего не могу и вы начинаете заниматься самоездом начинаете себя терзать душевно и от этого закрываетесь играть и все я больше не хочу ничего делать поэтому и вы потом даже и не учитесь и не применяете да потому что сила нет у меня не получится я я не такой ну вот здесь вот какая-то вот такая вот история люди очень много иллюзий вы видите то что вы хотите видеть вы не видите то как есть на самом деле у таркан луны он про это говорит расширьте свои рамки смотрите на мир шире не так не так как вы привыкли я не знаю что вам в этом поможет как как можно посмотреть на мир то чего нет в вас то есть если вы чего-то не знаете как это можно увидеть я не знаю здесь как вам сказать но карты вам говорят о том что вот вы знаете как стоите перед зеркалом и смотрите только на свое отражение в зеркале а в этот момент то что окружает вовне это зеркало до большое вы не видите и вам говорят хватит смотреть зеркало посмотри немножечко расширь за зеркалом до что есть за зеркал что есть над ним вот это нужно увидеть потому что здесь в зеркале ты уже привык да есть все на то что ты смотришь это внутри тебя это твое отражение а ты не на свои отражения ты смотри вне своих проекций на смотри шире я не знаю как вам это сказать то как как это можно как этого можно добиться и берегите берегите то что для вас действительно ценно то что для вас действительно важно потому что очень много людей очень много доброжелателей которые хотят вам подсказать как нужно и тем самым вас путают здесь вот чувство как будто бы с вами ну играют в кошки-мышки вам нужно вам нужно пойти в новое да вам нужно понять ну элементарно пошуту что вы создаете то что есть внутри вас поэтому когда вы смотрите в зеркало и видите свое собственное отражение она вам известно она вам понятно это что вам говорят посмотри за зеркало значит то что есть за зеркалом помыто внутри себя нужно сначала открыть вам нужно прийти впустить какие-то новые сознания новые понятия новое состояние для того чтобы вот это вот новое потом вылилось в материальный мир и это новое она как раз и говорит о том что вот этих знаках как где вам идет подсказка что вы ничего не доводите до конца вот как-то так вот такая вот у меня была и третья позиция я благодарю вас троечки за внимание и на этой ноте я хочу с вами попрощаться я благодарю семинар за идеям за идею к раскладу вы тоже можете присылать свои идеи под последним постом в разделе сообщества для тех кто не знает как вообще попасть на этот пост элементарно под любым моим видео с левой стороны в нижнем левом углу написанная линия моноте аду им написаны либо там фотографии вот нажимаете на это вас перепрасывает на самую главную страничку моего канала и выбираете раздел сообщества нажав на него и увидите последний пост там сможете написать комментарии и плюс ко всему зайти допустим на главной страничке пошерстить плейлисты увидеть что там интересного есть кроме раскладов может быть что-то для себя и узнаете а я с вами прощаюсь желаю вам прекрасной отличной недели и до новых встреч пока пока